В период самоизоляции жизнь на селе стала популярной. На свежем воздухе в огороде можно найти и самореализацию, и социальную востребованность. Работы ведь много. Сегодня мы отправляемся в Верховье Кубани, где у Эльбруса есть интересная работа – шишки собирать. Из Учкулана сегодня наш специальный репортаж. В объятиях Эльбруса, в Учкуланской пуще, к небу тянутся вековые сосны. Здесь природа настолько щедрая, что дарит всем свои богатства. В горах можно встретить свободолюбивых лошадей, которых разводят для красоты. Их не трогают ни медведи, ни волки, потому что царство диких животных – это верхняя часть леса. А между дикими и домашними животными – отважные Учкуланцы, которым ни страшен ни серый волк, ни мишка косолапый. Басьят и Осман ведут нас в Сосновый Бор, где растут шишки. Сейчас сезон сбора урожая. Какие шишки самые ценные в вашем лесу? Ценные шишки – это от двух до трех сантиметров. Они мягкие. Из них уже выделяется смола. А когда шишки слишком большие, то из них, во-первых, не выделяется смола. И она очень твердая внутри. Вот эта мягкая, получается из нее вот эта смола. Сбор шишек в Учкулане – древнейшая профессия, потому что еще много веков назад жители Карачаевского при Эльбрусе познали пользу соснового урожая. В одной шишечке целый клад фитонцидов, танинов, аскорбинки, витаминов В и К, кальций, железо, магний, фосфор, цинк и еще множество полезных микроэлементов. Поэтому учкуланские шишки лечат и от анемии, и от гастрита, и от бессонницы, и от угрей, и от астмы, и от перхоти. Шишки избавляют даже от депрессии, поэтому жители Верховья Кубани жизнерадостные и оптимистичные. Они кислые. Шишки можно есть прямо с сосны, и вкус приятный. Да. Ими, когда нет воды в горах, ими утоляют еще жажду охотники. Зеленые шишки – это не только лекарства. Из соснового урожая учкуланцы делают полезный деликатес – шишечное варенье. Экологически чистый урожай надо до конца сохранить чистым, поэтому варенье надо варить на ледниковой воде Эльбруса. Чистейшая вода – это основа шишечного варенья. Чистенький шишечный. Все, высушили. Далее надо правильно выбрать сахар. Мы обращаем внимание на то, чтобы сахара не было крахмала, потому что из-за крахмала вкус получается другим. И если выбирать сахар без крахмала, то получится лучшее варенье. А как выбрать без крахмала? Это уже надо пробовать на практике. То есть сначала сделать варенье, а потом посмотреть, что из него получится. На ошибках учиться. Да, на ошибках учиться. Мы уже выучились на этих ошибках. И сейчас уже покупаем у проверенных продавцов хороший сахар без крахмала. Варенье и сосновых шишек должно томиться три часа. Поэтому продолжаем изучать учкуланскую пущу. Урожай шишек может быть только на солнечной стороне гор, где молоденькие сосенки щедро даривают полезным богатством. К 4-5-летнему возрасту молоденькие сосенки начинают давать первые урожаи шишечек. Вот такие вот маленькие калибровки для дорогих мишленовских ресторанов. Учкуланские шишки – это действительно богатство. Порции из трех вареньевых шишечек чаю в московских ресторанах стоят, как ведро альпийского молока. Сосны очень щедры на урожай, но до поры до времени. Осман, скажи, пожалуйста, а когда сосна уходит на пенсию, шишки уже не дает и учкулансы не собирают? Обычно это около 60-70 лет должно быть сосне, чтобы на ней шишек осталось все меньше и меньше. В элегантном возрасте сосны украшают себя уже не зелеными шишками, а бусами смолы янтарно-солнечного цвета. И это самый прекрасный возраст деревьев. А на что сосна годится после вот такого возраста пенсионного? Ну, для красоты. Она очищает воздух. Вы когда-нибудь гуляли в хвойном лесу? Это очень прекрасно и для здоровья очень хорошо. А тем временем наше варенье уже готово. Баночку надо простерилизовать обязательно. И специально такие красивые баночки, да? Стиль омах-чомах. Ну да, лампочка. У учкуланского настоящего варенья есть еще один секрет качества. И сколько шишечек должно быть в баночке, чтобы это все-таки было шишечное варенье, а не название шишечное? Ну, смотрите, где-то 35% это должен быть сироп и 65% это шишки. Ну, судя по всему, что у вас тут полностью шишки, то 100% шишечное варенье, да? Ну, 90% практически. Руслан Куркмазов, Светлана Казиева, Рашид Токов. Учкуланские деликатесные вести из объятий Эльбруса.